Пурпурная лягушка 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 напоминающий крохотного моржа. У него трубчатое тело, покрытое морщинами и безволосое. Питается корнями и корнеплодами, семенами и мелкими растениями. Рыба-пенис. Она водится в Амазонке и достигает в длину 15 сантиметров. Является смертельно опасным паразитом, который может проникнуть в мочеточник и причинить невыносимое страдание. Носач обыкновенный, отличается крупным носом и большим брюхом. Питается семенами, листьями и зелеными фруктами. В отличие от других приматов, пользуется хвостом не для хватания, а для баланса. Миксина. Это рыба, которая имеет длинное углеобразное тело с похожим на весло хвостом. Свет варьируется от розового до бледно-серого, иногда с темными пятнами. Площеносная ящерица. Принадлежит к семье ящерицеобразных, которую называют драконы. Живет преимущественно в сухих лесах в северно-западной и северной части Австралии. Нос у мягкопанцирной черепахи служит своего рода дыхательной трубкой. Он помогает ей дышать, находясь под водой или зарывшись в грунт. Панцирь у нее мягкий, кожистый, а лапы перепончатые. Пища звездоносого кота, водяные насекомые, черви и моллюски. Крот прекрасно плавает и большая часть его обиталища находится под водой. У него водонепроницаемый мех, чешуйчатые лапы и толстый длинный хвост. Краб йети. Это новый вид крабов, открытый в южной части Тихого океана в 2005 году. Его клешни покрыты длинным, бледно-желтым ворсом. Этот краб необычно большой. Его особи достигают 15 сантиметров длиной и живет на глубине 2000 метров. Глаза у долгопята большие и неподвижны, зато голова может вращаться практически неограниченно. Руки и ноги у долгопята длинные, чем у большинства приматов. Питается он насекомыми, птицами, ящерицами и летучими мышами. Командор. Достаточно необычная порода собак. Принадлежит к венгерским овчаркам. Тело ее покрыто густой белой шерстью, которая закручивается и напоминает дреды. Высота собак в холке 70-80 сантиметров, и вес колеблется от 35 до 60 килограмм. Аксолотль. Это вид мексиканской саламандры. Имеет очень чувствительную кожу и жабры. Дышит существенно через кожу. Может ненадолго пометать воду. Продолжительность жизни от 10 до 15 лет. Морской паук-вампир в Антарктике обитает на дне океана. Его пищу составляют медлительные губки и морские моллюски, ползающие по дну. Высасывает соки из своих жертв с помощью трубчатого жала. Ангорский кролик. Древнейший представитель домашних кролей. Имеет шелковистую и длинную шерсть. Этот вид кроликов происходит с территории современной Турции. Большой индюкоглавый гриф назван так благодаря наиболее примечательной черте его внешности. Большой лысой красной голове. Это одна из наибольших птиц, которая может достигать размеров настоящего орла. Долгоносика обычно можно увидеть в центральной и северной Европе, Сибири и северной части Северной Америки. Имеет черное тельце с ощетинами, относительно большую опущенную к низу голову и длинные ноги. Взрослые особи достигают длиной от 12 до 16 миллиметров. Осьминог Думбо имеет похожие на уши плавники на теле. Живет на глубинах 300-400 метров. Может дорастать до 20 сантиметров. Принадлежит небольшим полугилеобразным осьминогам. У рыбы гадюки огромная пасть с острыми, похожими на клыки зубами. В длину она достигает едва ли 30 сантиметров, но является опасным хищником. Укари. Короткохвостная обезьяна из Южной Америки. Это безволосое животное имеет розовую морду. Животное занесено в красную книгу. Красногубая рыба ласточка обитает в районе Галапагосских островов. И панцирные щуки или рыбы аллигаторы являются самыми крупными пресноводными рыбами, обитающих в водоемах Центральной и Северной Америки. Тело этих рыб покрыто панцирем из толстой и прочной чешуи. А это были самые уродливые животные планеты и программа Невероятные Факты. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok